Мы сегодня находимся в Сергиево-Пасадском городском суде для того, чтобы поучаствовать в делах, в двух взаимосвязанных делах. Это так называемое дело Щур-Иванов по делу о мошенничестве и в отношении полицейских ОМВД Сергиево-Пасадского городского округа. Дело слушается в отношении троих полицейских о превышении должностных полномочий и статья также о перевозке запрещенных веществ. Вот хотим сегодня сказать свое мнение, так как сегодня заседания, к сожалению, видимо, не состоятся или уже, будем говорить, не состоялись. Поэтому сейчас мы хотим сказать свое мнение о происходящем. Добрый день. Для меня чрезвычайно удивительно. Что вдруг в полиции и в законодательных органах появились честные люди, которые начинают бороться с коррупцией в ОМВД и прочих органах. Для меня это просто удивительно, как для гражданина. Я гражданин, который связан с ОМВД уже четвертый год, пришла специально посмотреть на просто-напросто любимые лица, с которыми я связана уже сколько, это значит, с полицейскими, как в конце концов-то им будет вынесен приговор. Но что-то вот я тут опять же не понимаю. У нас идет игра в одни ворота. Если мне тот же старший следователь Богданов по сей день не выдает ни одного документа по моему делу, если у меня проходил суд один единственный раз, буквально 10 минут. Вел его тот же самый Мухортов. Но при всем этом, ну, время прошло, все, мы не имеем выше УК РФ, то спрашивается, так, Богданов на каком основании, значит, держит у себя мое дело? И, а с какой стати у нас полицейских-то вызывают и отклоняют заседание не единожды? А уже, я не знаю, наверное, с десяток раз. Я не поняла. Вот человек сказал, что для него удивительно, что начали, началось дело с полицейскими. Что-то вот лично я, на свое усмотрение, этого начала не вижу. Как вот это вот были, как сказать, я тебе, ты мне, своих не дадут в обиду. По-моему, продолжение так и следует. Пора уже с этим заканчивать и выводить на чистую воду. А вывести это можно только через УК РФ. УК РФ нужно немедленно переделывать. Это ненормально. За 264-ю статью, когда человека сбивают насмерть или делают его инвалидом на всю жизнь, дают до двух, там, до полтора года. Ну, теперь у нас глава, конечно, снизошел к нам так велика. И ноничи, теперь у нас три года. Ну, это бред. Человек потерял жизнь или стал коллегой на всю жизнь. А этому художнику и мастеру дали три года. Это бред. По организации процесса хочу сказать, что мы считаем, что дело неоправданно затягивается. Оба дела. Уже по обоим делам порядка более 20 заседаний. Точное количество я подсчитаю, опубликуем. Вот более 20 по каждому делу. Они откладываются. И поэтому мы требуем у Сергея Посадского городского суда, вот буквально я от себя такое требование выдвигаю, организовать процесс судебного разбирательства таким образом, чтобы дело было рассмотрено объективно, законно, и сроки соблюдались, и дела безосновательно не откладывались. Заседания безосновательно не откладывались. Продолжение следует...